доброго денечка я тут немножко запыхавшиеся из магазина тащила горшки сейчас все покажу расскажу и для этого переверну экранчик ну вот такие вот самые разнообразные горшки вот этот эко какой-то на нем было написано этот вообще гигантские вот мне есть необходимость кое-что пересадить посмотрите какая смешная цена это действительно смешная цена потому что я недавно покупала новые растяжки для них тоже горшочек и в общем все это было в депо и там цены большие хотя ничем в общем они не отличаются этот вообще интересный с какой-то вставкой такой внутри и даже в этой вставке есть ручки за которые можно вытаскивать зачем это сделано не знаю если нужен скажем горшок побольше то просто вставку вынимаешь и сразу там получается гораздо большее пространство а так наверное он хорош тем что вот из-за этого пространства он ну наверное не так нагревается я не знаю для чего вообще вот такая форма сделанной но думаю что это именно то что мне надо еще вот такие вот горшочки купила но есть самые разные и получается что практически за полцены то есть я посмотрела скидка получилось вместо 12 евро где-то около 6 я заплатила это очень выгодно я два взяла зеленых горшка и вот этот большой я хочу еще сходить еще что-то купить потому что на сэкономленные деньги всегда можно позволить себе что-то приятное я себе позволила такую книгу кстати она по цвету прямо как горшок надо же и у меня есть уже из этой серии по по-моему тайны забытых вещей называется это продолжение ольга прокопьева тайной истории кухни стол посуда этикет изумительная книга конечно тут надо много горшков купить чтобы сэкономить на эту книгу она дорогая но она того стоит потому что здесь совершенно прекраснейшие иллюстрации очень много интересной информации обо всем и о всех вот этих предметах что они так сказать и все представляли и чем мы сейчас уже наверное не пользуемся вилка дала для манго там еще что-нибудь вот про различные столовые приборы и предметы сервировки и в общем чудесная книга всем советую она в магазине polaris сейчас есть молочный сервис ой как как же я люблю красивые вещи и посуда с каким удовольствием я буду вот все вот это изучать и смотреть это просто прелесть какая-то это наверное новая книга у нее вышла подставка для тостов тут вот столько всего будет столько картинок иллюстрации интересного вообще материала история кухни например живутся раздел вообще потрясающе все таки ну для нас женщин кухня это важно так цветы и цветы и еще покажу для чего же я тут покупал покупаю вот и горшки и все прочее вчера была в магазине депо как я говорила и вот там появились фитонии люблю я их очень они прелестны прекрасные не всегда у меня уживаются поэтому время от времени я покупаю новые в чем как бы их загадка содержание не могу понять принципе они довольно ну такие ровные содержание им не надо каких-то периодов покоя там зимой там на 20 градусов летом 24 для них идеально как бы ну высокая влажность хорошее освещение то есть не конечно южное окно и не северное а вот восточные и западное прекрасно для них должно быть ну вот я специально посадила несколько сортов вместе чтобы получилось так что они как бы ну вот когда так кучно и легче обрызгать и я думаю что они получше будут на самом деле как бы себя чувствовать в такой кучке потому что если хотите влажность то есть несколько вариантов один из них просто держать растение кучно и тогда не одиночно но один сюда не поместился на меня одиночка на меня в комнате я его сейчас вам тоже покажу ну в общем вот появились такие вот фитонии как бы весной их не было сейчас они есть смотрите какая красота вот просто смотришь на эти все прожилочки листики и хочется буквально каждый рассматривать и вот и покупала горшок для них и он стоил довольно недешево хотя ничего из себя особого не представляет так пойдем 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 в комнату посмотрим что же еще там купилась хотя уже куда-никуда но все еще хочется ну собственно вот думала пересадить вот это растение потому что она очень большое и много листьев и я думаю что то земля в которой на меня с самого начала растет в магазина и сам горшок небольшой и земля уже истощилась в общем займемся пересадкой и еще хотелось бы вот бегонию но здесь много что надо пересаживать вот это надо пересаживать и покажу еще вот эти новенькие вот еще вот такую фитонию симпатичную как-то под нее очень подобрался подобрался вот это кашпо она там горшочки стоит я нет не трогала потому что ну пока не буду пересаживать очень хотелось полюбоваться вот они сочетаются вместе просто прекрасно у нее такие розовые тоже прожил очки вот этот розовый гусенок с голубым бантиком просто прелестно смотрится так отъедем немножко от этого места и столика и покажу еще вот эту купила колотая на ней было написано вообще когда прошлый раз покупала надо было присоединить ее к миксу потому что когда покупаешь три одинаковых растения в депо то у тебя довольно существенная скидка я брала я брала вот это вот растение еще одно вот почему-то это пропустила мне показалось что она не настолько интересно но нет она интересна посмотрите какие у него красивые штришки на листочках такие очень жизнерадостные и она было такое там замученная засушенная там они два варианта либо они заливают либо засушивают и мне его стало жалко думаю ну хоть она вроде не выглядит каким-то уж очень ярким и интересным но надо его спасать не знаю только ли в этом магазине депо такие проблемы я уже его пересадила все уже тут обрызгиваю думаю что ему будет хорошо или во всех магазинах может быть не очень как бы работникам интересно там возиться с каждым растением и поэтому они шлангом там все поливают в общем да не буду не буду я бедничать не буду жаловаться вот может если бы я сама работала точно так же поступала бы я думаю не хватает работы и вот такое тоже тогда еще в прошлый раз купила пересадила смотрю как она развивается она стоит у меня на окошке ну потому что сейчас уже не хватает как бы света и здесь вот у меня еще вот эти цветут так что-то еще до цвета и даже красивые конечно кислица меня спрашивали про кислицу буду ли я обрезать на зиму и убирать чтобы эти бульбочки там хранились до весны нет я никогда ее не обрезаю она кстати не очень сильно теряет листья у меня большая часть останется здесь я еще так неграмотно посадила 2 2 2 видов зеленую и красную а красная выше ростом она зеленая ну все закрывает и теперь уже не отделить просто невозможно отделить они там перепутались в общем буду показывать время от времени я думаю что до весны она спокойно до стоит может быть конечно не с такой густой листвой она будет пореже какие-то листья будут вянуть и я их буду срезать но тем не менее по весне то все начнется опять и она спокойно перезимует ну вот будем наблюдать за ней дан специально буду каждый раз показывать как она выглядит и наверное не советую вам обрезать ее куда-то убирать потому что довольно сложно найти квартире место которое должно быть прохладное влажное одновременно то есть можно где-то под ванной но под ванной тоже не сказать что холодно а ее надо тогда уже хранить в такой прохладе не найти такое место в квартире если был бы свой дом то конечно можно было бы что-то придумать ну вот такие вот цветы сейчас идем пересаживать посмотрим что там с корневой системой вот и вообще стоило ли это затевать или не стоило но так или иначе сейчас придется поработать немножко торможу останавливая этот процесс потому что ну это конечно сложно это надо по умному надо заготовить какие-то там поддоны или клеенки на которых все это делает что потом не было очень много грязи ну у меня все это вот так вот как говорят из бухты барахты вот вспомнилась почему-то эта фраза потому что все так быстренько быстренько и поэтому потом очень сложно все убирается ухты смотрите какие нее интересные корни но видно что уже они тут хорошо так в общем то все опутали это же у нее есть какие-то вот гульбочки какие-то классно как она смотрится корни хорошие и хоть поливая часто смотрите земля совсем сухая поливала буквально сегодня ну значит пора уже точно пересаживать в какую-то более толковую землю ну вот и закончилась пересадкой я не люблю пересадки потому что после этого 20 минут а пересаживаешь потом два часа надо убирать то что все настолько у меня сыпется из рук выпадает куда-то земли не хватило надо идти сейчас докупить земли но два горшочка пересадила это уже хорошо и сегодня когда ехала в магазин заметила что у меня мигает когда пробиваю свою карту рижанина на которой у меня месячный проездной что каким-то розовым цветом еще помимо зеленого светится я думаю что это знак того что у меня вот заканчивается мне где-то в начале месяца надо обновлять но оказывается нет оказывается заканчивается сама карта и между прочим рижане проверьте мы с вами все примерно в одно и то же время ходили получать когда объявили что вот она должна быть это был где-то месяц октябрь 10 лет назад представляете уже пролетела и вот она в октябре этого года заканчивается проверьте срок действия своих карт потому что их надо обновить для этого надо поехать в рига садекс мы которая есть на центральном автовокзале или вы манте тоже наконечная есть но я не знаю делают ли там эти карты на центральном автовокзале точно делают так что проверьте и еще две маленькие покупочки то что никуда их приткнуть еще пускай будут здесь покажу сегодня заходила еще в магазин drogas там краску для волос хотела купить но больше в красной не буду красить теперь буду красить в какой-нибудь белый и посмотрела хорошие скидки тоже на помады и вот просила коралловый цвет и вот такой вот реально красивый коралловый цвет это max factor называется она pink что-то там такое что-то там такое 50 0 50 номер скидка хорошая она мягкая она такая даже чем-то похоже может быть на блеск но вот по степени мягкости на губах приятно очень но цвет красивый цвет действительно такой он не очень подходит так и еще в магазине олимпия там на первом этаже есть большой большой отдел надо как-то там поснимать всего для тела для лица для стрижки в общем всяких разных фирм там же я обнаружила что есть духи номерные и есть духи бьерк и берри которые у нас больше наверно нигде нет они вообще только в швеции раньше продавались и там же вот наткнулась на серию различных мыл также кроме мыла там очевидно гель для душа там свечи с этим запахом и посмотрите как красиво оформлено но как это можно было не купить ну вот это прямо скажем не дешевое удовольствие кусок этого мыла стоил 12 евро и прямо вот теперь лежит и рука не поднимается и мылится а пахнет она так чудесно что вот просто хожу и нюхаю надо было свечку купить но свечки еще дороже вот она здесь как бы с английская и с маслом ши и кроме масла ши там что-то еще такое что написано беречь от попадания в глаза а ты когда умываешься я использую только мыло ну ты же как бы лицо моешь и в глаза попадает может попасть поэтому наверное это для тела скорее всего не для глаз но изумительно совершенно оформлено очень это самое запах такой нежный цветочная если бы были духи с таким запахом просто купила бы не задумываясь и вот такое большое кусок большой мыло вообще хватает очень надолго его надо одного куска хватит вам на полгода наверное точно как бы вы там не мылились особенно если такого размера поэтому выгодное в общем-то приобретением ну вот небольшие покупочки большие покупочки и классные прямо его предупреждение сейчас полистать эту книгу настроение из-за этого поднялась прямо на 100 градусов а но и надо же показать как выглядит теперь пересаженный цветочек вид сзади горшок конечно большой он больше для того чтобы стоять на полу они вот так вот на полочке может быть он где-то потом и станет у меня на пол надеюсь да мушенца этот как как ты считаешь стоит он на полу или нет но во всяком случае вот так он разместился поместился цвет у горшка только вот такой был других не было ну не самый не самый отвратительный не какой-то там мрачный серый мне бы что-то серые не нравится я еще не против белых черных но на контрасте это наверное красиво но я стараюсь таких природных цветов зеленых каких-то коричневых но этот конечно выделяется прямо скажем но очень уж хотелось в большой горшок его пересадить ну вот посмотрим как теперь ему там будет внутри этого горшка существоваться и при желании потом если когда-нибудь уже будет необходимость его еще раз пересадить то можно просто выбрать эту вставочку и он сразу на пару сантиметров будет больше как минимум вот использовала почти 4 литра земли на этот горшок с него не состряхивала то есть пересадила методом как говорят перевалки перевалила боялась трогать эти бульбочки вдруг отвалятся корешочки чудесное растение прекрасно росло летом вот на большом достаточно расстояние от окна не знаю как дело будет зимой сейчас-то день сокращается это нехорошо и пересадила бегоне на бегоне мне очень не нравится у нее продолжают сохнуть листочки причем как-то сохнут вот обратила внимание вот вот так прямо вот у как бы у черешка ну в чем проблема какое-то насекомое какое-то сегодня возьму лупу буду рассматривать обработаю чем возможно только и буду надеяться она конечно очень быстро растет выпускает новые листья собственно она была у меня два месяца назад состояла из двух листочков и вот такое уже наросло но вызывает опасения такие вот моменты тут сразу начинаешь вспоминать о всех вредителях которые могут на нее напасть поэтому буду сейчас изучать тоже что же там такое не в порядке но что-то не в порядке но рядом растущие растения ничем не заразились так что скорее всего это все-таки не насекомые то какие-то моменты может быть были неправильной земли неправильного полива чего-то такого в общем сложно не так легко с растениями но если они все-таки растут и красиво растут то они безусловно нас радует и ради этого мы их покупаем ради этого мы тратим на них нервы деньги усилия чтобы потом получить такой обратно радостный такой посыл потому что сейчас скоро когда уже наступит зима и за окном будет все белое серое и мрачное они будут создавать такой вот эффект летом в нашем доме ну вот наверное на этом виде с вами попрощаюсь всего хорошего до новых встреч пока пока